Алгоритм изучения азбука. Первое. Прописать один или два ряда каждый знак. Лучше два, минимум два. И прописать нужно правильно, то есть у каждого знака есть свой порядок черт, как правильно он пишется. И минимум по две строчки. Второе. Найти и выписать слова, где эти знаки используются. Почему у некоторых бывает проблема, очень долго зависает на изучении азбука? Потому что бывает прописывают, но никак не используют. А когда не используют, оно сразу забывается, потому что нет надобности хранить информацию об этом, и мы это забываем. Поэтому обязательно все и применяем. Вот нашли вы слова. Далее найдите какие-нибудь упражнения и потренируйтесь читать с помощью этих знаков. Какие-то несложные слова. Возможно, у кого-то есть какие-то японские товары с этикетками, к примеру. Или может у вас манго есть, или что-то такое. То есть пробуйте вообще читать все, что вас окружает. А если вас вокруг ничего не окружает, что написано на японском, распечатайте что-нибудь, повесьте где-нибудь, на видном месте и постоянно пытаетесь что-то читать. С помощью хироганы. Ну, и когда будете учить катакану, то с помощью катакану. Следующее. Следующее. Уже более такой продвинутый вариант. Мы сегодня тоже будем это делать. Хотя бы, если вы не знаете грамматику, запишите словосочетание по-японски. Если знаете грамматику простую, то пишите уже предложения какие-нибудь свои, несложные. Я вам это рекомендую делать. Сразу вот один ряд выучили, и все это сделали с этим одним рядом. Второй выучили, то же самое с первым и вторым. Ну и так далее. В принципе, если вы по такой методике занимаетесь по часу в день, то можно выучить хирогану за 5-7 дней. Что я подразумеваю по словам выучить? Выучить это значит, как бы свободно читать и писать с помощью азбуки. Не просто прописать ее, а уже свободно читать и писать. Ну, как вы понимаете, в принципе, если вы прям очень быстро хотите выучить, то это можно и за один день, и за два дня. Оно все зависит от количества времени и от того, как правильно ли вы следуете данному алгоритму. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok